Мы попали в орбиту Московского пасхального фестиваля, 14-го по счету, собственно, организатором которого является и мэрия Москвы, и Министерство культуры Российской Федерации, Министерство обороны России, соответственно, его святейшество, Патриарх Московский, Вся Руси, Кирилл, и, собственно говоря, исполнителем этого фестиваля, то есть реализует эту идею блестящую народный артист Российской Федерации Валерий Абисалович Гергиев. Мы, построив эти замечательные площадки, ожидали, что Пенза включится в большую работу российского уровня коллективов симфонических, мировых, и понятно, что окно в этот мир, блистательный мир симфонической музыки классической, ну, вот открыл нам Валерий Абисалович Гергиев. Прибыв сюда, вы знаете, он высоко оценил построенные площадки, лично побывал в этом зале, ну, вот разговаривал здесь, пытался, как бы, ну, короткие фразы исполнить музыкальные, то есть вот услышал, какова акустика, побывал в Большом зале нашей филармонии, и, конечно же, захотел именно через год вернуться сюда и здесь дать, значит, один или два концерта. Значит, с именем Гергиева связана и новация, значит, Гаук Пенза концерт. Мы сегодня, вы знаете, значит, приступили к работе по организации музыкального театра. Значит, мы поставили, скажем, еще до строительства, значит, этих объектов, значит, оперу Верди, правильно, Травиатру. И, соответственно, она у нас была исполнена на итальянском языке. Значит, когда построили площадки, первый спектакль, значит, поставил у нас коллектив Миряне под руководством Елены Пыковой. Значит, это, значит, по роману Федора Абрамова, значит, братья и сестры, у нас он называется «Бабоньки у бабоньки». Замечательный спектакль, посмотрели уже сегодня сотни зрителей, оценили его. Значит, сегодня идет репетиция по, значит, произведению Константина Симонова «Жди меня». Значит, музыкальный спектакль называется у нас «Только очень жди». И постановкой занимается режиссер-постановщик Театра Покровского в Москве Ольга Тимофеевна Иванова, который, так сказать, у нас и ставил Травиату. Так вот, возвращаясь к Травиате, следующим спектаклем, значит, мы знаем, что мы вернем Травиату уже постоянный показ, и она, так сказать, у нас будет здесь, соответственно, показываться. Вот это все, конечно, понятно, что, имея такие площадки, мы просто не можем, так сказать, не заниматься созданием музыкального театра, но вот эту идею, конечно же, год назад нам и поддержал, и подсказал Валерий Абисалович Гергиев. Вот таким образом для музыкальной культуры Пенинской области он сделал достаточно много и делает. И вот 27 апреля мы ждем его в гости, значит, он прибывает у нас где-то в 10 часов на Пензу-1, то есть это целый состав, который, в принципе, уже к этому времени проедет практически всю страну. Значит, мы знаем, что в этом году география, собственно, его выступлений – это практически вся страна, то есть север, юг, запад, восток. Значит, и он приезжает 27-го к нам в Пензу, затем от нас уезжает в Самару. Значит, два концерта дает, значит, коллектив Мариинского театра, значит, в 16 и 19 часов, значит, причем в этом году есть небольшая особенность. Вы знаете, что вообще Валерий Абисалович в 2013 году, значит, возглавил хоровое общество России, соответственно, под его патронажем сегодня ведется работа в десятках городов России. И вот в этом году практически везде, значит, он включает в свою программу совместную работу с хоровыми коллективами, как взрослыми академическими, так, собственно, хоровыми коллективами для мальчиков и юношей. У нас в Пензе всего 28 коллективов, 38, прошу прощения, коллективов хоровых, значит, везде, во всех регионах России будут помогать проводить ему концерты. У нас в Пензе, значит, мы представим, где-то порядка 100 человек, это участники академического хора нашей капеллы губернаторской, это, соответственно, участники хора Пензского государственного университета и пяти музыкальных школ города Пензы. Вот такой интересный, значит, как бы, ну не эксперимент, а вот такие интересные в программе будут включения. Я думаю, что всем будет полезно. И если Валерий Абисалович, к сожалению, не проведет у нас мастер-классы, он обычно, так сказать, включает эту свою программу. Почему? Потому что он дает два концерта. То есть практически сразу после приезда, значит, он включается в репетиционную работу с нашим хором, вот, значит, выстраивается здесь на площадке. Поэтому, вот, учитывая этот момент, я думаю, что настоящий мастер-класс будет дан как раз тем 100 участникам сводного хора, которых мы с вами здесь увидим. В этом году, значит, Московский православный фестиваль, значит, он также отмечен еще одной новацией. Вы знаете, значит, что... Сейчас, секундочку. То есть Московский фестиваль, значит, поддержит у нас 38 соборов и монастырей, то есть Звоницы, 38 соборов, знаковых для истории России, православной культуры и монастырей. То есть это тоже, вот, будет очень интересное, как бы, включение вот в эту программу. Таким образом, значит, я вам хочу сказать, что по масштабности вот этот фестиваль, наверное, будет превосходить все предыдущие. И очень отрадно осознавать, что Пенза включена вот в этот замечательный перечень городов. Значит, ну, я вам в основном закончил, значит, доклад. Сейчас мне хочется слово передать тогда, давайте, значит, директору ГАУК «Пензоконцерт» Мамонов Андрею Викторовичу. Валерий Абисалович занимается еще и организацией благотворительных концертов. И в 16.00 порядка 100 билетов на концерт будет целевым методом передано нашим ветеранам, участникам войны, которых он приглашает совершенно бесплатно. Ну, а стоимость билетов на эти мероприятия, которые состоятся в 16.00-19.00, будут начинаться от 800 рублей до 2,5 тысяч. И мы приглашаем гостей, жителей города Пенза на эти мероприятия. В состав коллектива входит коллектив многофункционален. Буквально несколько минут назад мы с Евгением Андреевичем созванивались, с помощником Валерия Абисаловича. Это музыканты и из Белоруссии, и из Украины. Есть еще одна, по-моему, с Колумбии даже есть музыкант. То есть коллектив многофункционален. Я понимаю, концерт будет где-то 2 часов? Не более 2 часов, потому что у него будет 16.00 начала, репетиции, 19.00 уже следующий концерт. В прошлом году, вы знаете, концерт проходил у нас на площадке киноконцертного зала. Мы постарались, ну, приехал поздно в состав, соответственно, и мы постарались одним концертом как бы удовлетворить пожелания многих пензенцев, которые хотели бы побывать на этом концерте. Вы помните, что зал на 1600 мест был полон, значит, мы, значит, работникам пензенц-концерта, значит, довелось поставить приставные стулья, то есть, значит, посадить, собственно, людей сверх, скажем, регламента. Но все остались довольны, значит, и побывав здесь, Валерий Абисалович, понимая, что здесь, конечно, зал у нас выстроен под живой звук, это зал акустический. Он, конечно, понял, что, ну, ему надо работать здесь. Вот. Зал небольшой, 750 мест, поэтому мы решили и договорились с организаторами сделать, дать два концерта. Вот. А Валерий Абисалович пошел нам на встречу. То есть, огромное спасибо, поэтому все-таки полторы тысячи пензенцев, гостей, жителей города, значит, журналисты, вас также приглашаем, могут насладиться замечательным исполнением произведения мирового уровня. Для нас огромная честь участвовать в таком событии. Мы очень рады, что наши дети приобщены к такому большому культурному явлению. Это останется с ними на всю жизнь, причем не только с ними, но с их родителями, с их семьями, со всем тем окружением, которое присутствует. И огромная, конечно, сложность научить сейчас детей в быстром, таком очень активном режиме не просто спеть эту музыку качественно, спеть чисто, спеть аккуратно, но спеть, конечно, с необходимым трепетом, с пониманием высокой духовности этого произведения. И огромная ответственность, которая ложится на нас, на всех, в связи с участием вот в таком большом мероприятии. Дети готовятся серьезно, есть репетиции в музыкальных школах, есть сводные репетиции, мы изучаем текст, читаем перевод обязательно, мы понимаем слова, которые мы поем на немецком языке. И я думаю, что эта большая работа, конечно, даст хороший, очень положительный результат для развития хорового движения, для развития наших детей в музыкальном отношении, в исполнительстве, и в слушании музыки, и расширит их кругозор. Кроме того, они, конечно, с большим интересом теперь относятся к тем фамилиям, которые они видят на афишах, к тем коллективам, которые приезжают в Пензу. То есть это такой новый, открытый для них мир, к которому мы привлекли их внимание. Это очень важное явление в развитии музыкальных детей в городе Пензе.